Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы, и сегодняшняя глава называется Итро. Вчера мы прочли 10 речений, 10 заповедей, которые получили в Хореве возле горы Синай. После этого написано, а весь народ видел звуки, горы дымящиеся. Как можно звук видеть? Это необычно. Разве может человек видеть то, что мы слышим? И наши мудрецы говорят, что это значит весь народ видел, получается слепые прозрели. И также можно сказать, что глухие люди стали слышать, и те, кто был инвалидом, стал здоровым. То есть произошло невероятное чудо. Медраж пишет, что к нам опустились 22 тысячи ангелов, и одели на нас короны. Короны бессмертия, и если бы мы не совершили через 40 дней грех с тельцом, то оставались бы бессмертные. То есть очень высоко нас Всевышний поднял. Мы с 49 уровня нечистоты поднялись вверх. Всевышний вернул нас в состояние Адама до греха. То есть все сделал для нас. И естественно, это было что-то невероятное. Это никто себе не мог даже такое представить, то, что произошло. После этого Всевышний обращается, чтобы мы не делали себе богов серебряных, богов золотых. То есть говорит сразу о законах идлопоклонцев, потому что он бог-ревнитель. Он нам эти вещи не прощает. Что это значит? То есть любое изделие рук человеческих, это идол. Через которого мы пытаемся поклониться Всевышнему. Вот это посредник. Я молюсь только Всевышнему, но это посредник. Или, допустим, мы поклоняемся, допустим, просим помолиться солнце. Или просим помолиться луну, или все воинство небесное, или небо. Что бы мы ни просили, землю. Как бы мы ни обращались ко Всевышнему. Говорим, допустим, небо, ты ближе ко Всевышнему, поэтому мы просим через тебя. И дало поклонство. Это все нам запрещено. Никакие изображения, никакие явления природы не могут быть между нами. То есть мы должны напрямую молиться Всевышнему. Напрямую просить Его. Говорить Его о наших нуждах. И просить Его о прощении, о здоровье, обо всем. Так это работает. И этого Он от нас хочет. Вот так вот. И Он говорит нам, если будешь строить жертвник мне, то делай его из камней нетесанных. Металла нельзя заносить на эти камни. И действительно, жертвник встроили, брали морские камни, которые не были обработаны железом. И из них складывали жертвник в храме. Так это работает. А почему так? Есть мнение, что железо это как бы оружие войны. А вот жертвник наоборот служит миру. Поэтому жертвник строится именно из камней, неотесанных железом. И интересно, говорится, что когда строили храм, то звука молота не слышали. Вот тоже такие вещи у нас есть. Что касается заповедей. Мы выдержали всего две заповеди. Сам Всесильный нам говорил первые две заповеди. И мы взмолились и начали просить. Говорим, Машем, проси, сам передашь нам остальные слова. Мы не можем это слышать, потому что мы умрем. Потому что была такая ситуация страшная, что у нас души повылетали из тел, когда мы это слышали. И Всевышний нам вернул души небесной росою. И остальные восемь заповедей мы слышали из уст самого Маше. Вот так вот. Мы сказали, выполним. Выполним заповедей. Мы на все согласились. Говорим, мы же по теме будет написано, что мы сказали, выполним. Мы будем слушать. Молча, без никаких вопросов. Что там написано в Торе, досконально мы не спрашиваем. В общем, что сказать, сильным выполним будем слушать. И вот на этом недельная глава Итро заканчивается. Заканчивается с жертвником, который сделан из нетесанных камней. Урок был дан за поднятие души. Берта Бат-Исраэль, Павел Бен-Эфим, Сымыл Бен-Герш, Память Юрий Бен-Харитон, Мендель Бен-Мендель, Яков Бен-Ахум, Владир Бен-Григорий, Здоровье Светлана Бен-Эцхак, Борис Бен-Мария, Анна Бат-Ривка, Полина Первая Бат-Соня Сора, Лена Бат-Клара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Ефим Бен-Эстер, Двора Бат-Мириа, Моисей Бен-Ева, Ирина Бат-Двора, Йосип Бен-Раиса, Инесса Бат-Маэль, Евгений Бат-Берта, Евгений Бат-Ита, Фира Бат-Ана, Геннадий Бен-Елена, Ольга Бат-Светлана, Йосип Дан Бен-Цара, Таня Бат-Фрида, Ида Бат-Рива, Вадим Бен-Татьяна, Юлия Бат-Белла, Яков Йосип Бен-Рахель, Шимон Бен-Мира, Фейга Бат-Берта, Ася Бат-Года, Марк Бен-Нина, Ира Бат-Вера, Лер Бен-Клара, Рафаэль Бен-Клара, Хана Цепора Бат-Цара, Ида Бен-Хая-Авива, Ефим Бен-Фаина, Алексей Бен-Осин, Ольга, Гая Бат-Вадим, Мазу Барса, Сгула, Ирина Бат-Ури, Орона Ре Бен-Ури, Захороший Дух, Орона Ре Бен-Двое, Рогиз Бен-Ахум, Авигаль Бат-Цара, Хана Бат-Абрагам, Рафаэль Бен-Лариса, Парнасай Брют, Владир Бен-Рая, Марина Бат-Рая, Борис Бен-Марина, Алексей Бен-Наталья, Всего Хороша, Олегу Марченко, И еще я не назвал всех, еще не записал в список несколько имен, в следующий раз запишу, за всех их молимся тоже, чтобы все у меня бы хорошо было. Всем браха проноса, как он намазал то, что мы это время не грешили, читали Тору, всем все самое наилучшее, всем желаю крепчайшего здоровья, и до следующих встреч, пусть скоро сгонится эта страшная война, все, до встречи, шал-дом!